Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги Сета Година «Фиолетовая корова. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и потискать колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Мархизинг уже не тот. Традиционные рекламные объявления в СМИ видят много людей, но предлагаемый товар им не нужен. Рынок перенасыщен предложениями, поэтому потребитель не воспринимает информацию. Учитывая высокую конкуренцию, нет смысла транслировать рекламу всем, все решает микросегментирование и персонализация. При этом помним о том, что реклама находится на стадии регресса. Существуют три стадии развития рекламы. Зарождение. Покупатели обсуждают и рекламируют лучшего продавца на рынке. Расцвет. Реклама воспринимается как новинка и прямо влияет на продажи. Регресс. Рынок перенасыщен, выделиться сложно, снова нужно вернуться к сарафанному радио на стадии зарождения. Факт номер три. Заурядные невидимки. Рынок изменчив, но действия компании типичные. Владельцы бизнеса боятся пробовать новые подходы, так как неизвестное связано с риском. Заурядности больше нет места. Тот, кто действует привычными методами, боится рисковать, остается невидимым для потенциального клиента. Ловушка лидерства. Многие бренды используют стратегию «следуй за лидером». Сама концепция имеет право на существование, но работает иначе. Чтобы заставить потребителя следовать за лидером, нужно быть им. Если вы хотите казаться, а не быть, то это быстро раскусят. Факт номер пять. Ориентация на ранних последователей. Вам нужны те, кто готов к новому. Все пользователи делятся на новаторов, ранних последователей, большинство поздних последователей. Традиционный маркетинг рассчитан на большинство, так как это самый масштабный сегмент. Новый подход заключается в выборе ранних последователей и сегментировании рекламы на них. Не забывайте о маркетинге на этапе разработки. Маркетинг нужно задействовать еще на этапе изобретения продукта. Внедряемые инновации должны соответствовать маркетинговой концепции. Присутствие маркетолога при разработке продукции обязательно. Только тогда продукт будет транслировать идею. Готового продукта. Сам товар должен транслировать понятную целевой аудитории идею. Бессловесный лозунг заключается в самом продукте, упаковке, дизайне. Например, фирменный цвет коробок Tiffany & Co. говорит об утонченности и элегантности. Восьмой факт. Выбор за покупателем. Маркетологи ориентируются на целевую аудиторию, рассчитывая, что пользователи купят товар. Учитывая переизбыток предложений, теперь не они выбирают, кто сделает покупку. Потребитель решает, какому продукту из массы вариантов отдать предпочтение. Предугадывайте ожидания людей. Размещать рекламу нужно там, где потребитель ожидает ее найти. Маркетологам следует ориентироваться на людей, заинтересованных решить свою проблему. Чтобы понять, сработала ли компания, нужно оценить результат. Нет смысла внедрять улучшения, которые невозможно оценить с позиции результативности. Десятый факт. Страх перед критикой. Тот, кто отличается, часто поддается критике. Не стоит этого бояться. Если компанию не обсуждают, значит в ней нет ничего выдающегося. Нелепая реклама, вызывающая смех, вполне эффективны. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Фиолетовая корова». Подписывайтесь на канал, тискайте колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова